Ребятки, всем привет, привет, привет! Всех вас целую и люблю до луны и обратно. В общем, ребятки, у нас такое солнце, такая прям солнечная, теплая погода. Ну, можно сказать, это последние денечки. И вот так вот все отсвечивает, я честно сама себя в телефон не вижу. В общем, жду своих детей. Сегодня Алина только приедет, Тимур завтра приедет. Ну, в общем, у меня сегодня день готовки. Буду прям сегодня наготавливать. Как раз сейчас Калининому приезду что-то приготовлю. И Камила, Камила ушла на танцы, ходит на танцы, нравится ей просто от души. Вот, ну, такая радостная приходит оттуда. И, в общем, что готовить буду? У меня здесь, девчата, фарш. Ну, здесь 2 килограмма. И я, чтобы не замораживать его обратно, мне хотя столько не надо, меньшую его часть я возьму и буду готовить. Сейчас картошку буду сделать в духовке. Посмотрела канал. Алюня и Катюня. Посмотрела, они там делали в духовке картошку. Но они там чуть-чуть другую начинку ложили. Ну, туда, в принципе, можно любое мясное что-нибудь ложить. И у меня фарш. Думаю, как раз у меня пойдет фарш на вот эту картошку в духовке. Так, а вот эту часть, это у меня пойдет на картошку в духовке. Так, а в эту часть, девчата, я сделаю котлеты. Прям так хорошо будет котлет. И, в общем, сейчас буду подготавливать фарш, а потом дальше вам покажу все. Так, что я сюда буду ложить? Ну, конечно же, луковицу порежу мелко-мелко. Соль, перец, там, ну, все вот эти ваши любимые специи, что вы там хотите, можно будет добавить в фарш. Я вот посмотрела на их лице, бывает, вот что-то увидишь, да, и думаешь, вот, блин, надо такое приготовить. И я вот у них тоже посмотрела и думаю, вот такую картошку бы всем бы сейчас на нашем зашла бы, все такое любят. Вроде бы все простые продукты, но блюдо все равно не очень-то и простое. Ну, как бы такое, более презентабельное, что ли. Так. А котлеты, девчата, буду делать с гречкой, потому что Тимур завтра приедет, гречка, его любимая-любимая еда. Ну, в смысле, любимая крупа. А он за ней, он даже, даже если бы мы куда-то заходим, помимо там дома, да, в день столовой или в кафе куда-нибудь, он всегда берет себе гречку, всегда. Потом, девчата, тоже там комментарии читаю, все комментарии, девчата, читаю. Кстати, по поводу чесночной соли. Там многие, Юля, покажи чесночную соль, как ты делаешь. Девчата, я не игнорирую ничего, я обязательно покажу. Я завтра, вот сейчас прям список запишу себе, мне там для дома кое-что надо, и завтра я куплю чеснок, и завтра, наверное, выйдет видео с чесночной солью. Это, девочки, Атас. Чесночная соль, Атас. И у меня есть уже видео на канале еще в те времена, когда я только канал открывала, и у меня это видео прям так хорошо оно пошло, взлетело. Много-много людей тогда подписались из-за этого видео. Это видео прорекламировала тоже одна блогер, канал называется «Я люблю тебя жизнь». От нее тоже, она сама в Германии живет, очень много людей тогда с Германии пришло. Вот по ее рекомендации, она просто повторила вот этот рецепт чесночной соли. Просто мой рецепт повторила у себя на канале, сказала чей-то рецепт, то есть мой. Но это не мой, девчата, это я сама здесь, вот мы живя здесь, я раньше тоже не знала, что такое чесночная соль. Это, знаете, как способ сохранить свой чеснок, да. Чтобы вот он в зиму бывает подгнивает, там портится. Но все равно на такой рецепт, я не знаю, 5 килограмм чеснока никогда у вас не уйдет. Это знаете, сколько чесночной соли получится, его съесть, не съесть. Килограмма чеснока на это будет более чем достаточно. И то я даже на килограмм не буду делать. Я вообще сделаю грамм на 300-400. В общем, это завтра, в завтрашнем видео, девчата, выложу вам. Так, ну и я сейчас вот это все подготовлю, фарш, все нам помешаю. И дальше вам покажу. Может быть, тоже кого-то вас натолкну на такую идею, приготовить такую простую, но в то же время классную, вкусную картошку. Так, девочки, вот вчера, что я купила вот эту вот штучку, видите, такой интерьерный такой горшочек. Ну, поставила сюда пока этот цветок, но он сюда нет, надо сюда вот такой повыше, чтобы был. У меня есть такой, я потом переставлю. Ну, в общем, вот так вот это смотрится. Мне нравится, смотрится красиво. Так, танцовщица пришла наша. Всем привет. С танцев. Ну, что, рассказывай, как тебе танцы? Хорошо. Ну, покажи хоть что-нибудь, чему вас учат танцевать. Сейчас чешки одену. Ну, давай, одень чешки. В общем, от танцев без ума. И Алина, когда ходила, у них такая преподавательница, молоденькая девочка, хореограф, да, надо правильно говорить. Вот, молоденькая девочка, зовут ее Джульетта. Они все от нее просто без ума. Она так ладит с детьми. И вот она и Алину отучила. Все девочки у нас в ауле, все ходят, занимаются танцами. Даже с других аулов привозят. И вот это удовольствие, девчата, стоит всего лишь 500 рублей в месяц мы платим. Два урока, два занятия в неделю. По пятницам у нас занятия и по субботам занятия. Ну, что вы изучали? Показывай. Это вот такие движения новые учите. Это что за танец? Это абхазский танец. Абхазский танец учите, да? И вот так с фрешками абхазский танец. вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще вот так вот. Раз, два, три. Кружимся. И вот так вот. Ага. Ну, научишься. Это ты сколько всего? Это, по-моему, четыре занятия ты отходила, да? В общем, она мало что-то. Две недели только отходила. Пока записали ее, пока туда-сюда. И, в общем, только-только начало. Тоже, конечно же, хочу, чтобы она очень красиво танцевала, как Алина. Все, девчата, у нас, наверное, нету здесь таких девочек, кто не танцует. Все танцуют. А еще что новенького учите? Еще какие движения? Еще раз, два, обе, раз, поворот. Раз, два, обе, обе. Раз, раз, два, ясно. Обе, 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 мове. С бантиками девчата ходят, что прислала тогда женщина-рукодельница. Меняем разные всякие, одеваем, да? Сегодня она отдыхает. Сегодня уроков, сегодня уроки делать не будем, да? Все, что на понедельник задали, будем делать в воскресенье. Ну, все, я отпускаю тебя гулять. Давай. Только носки одень. Тепло на улице, вот как летом, ну, все, ну, все же. Хоть и тепло, сейчас опасно раздеваться. Сегодня я чуть не сгорела. Почему? Жарко было? На физре. Угу. Некоторые повты надели с мягким рукавом. И они очень сильно вспотели. В тумбочку свою вложи. Угу. Так, девочки, в общем, картошку я посолила, и все, я не стала забивать ее никакими специями. И, в общем, что, тут все вообще просто. Все элементарно просто. И, в общем, по поводу Камилы, по поводу танцев, конечно же, я ее шантажирую. Шантажирую, знаете, каким способом. Ну, допустим, вот по учебе, да? Не знаю, нам с ней тяжело как-то дается учеба. Вот из всех троих детей, девчата, Тимур, он был как-то вот, и учителя говорят, вот знаете, сам. Кому дано, как говорится, тому дано. С Алиной было тяжело тоже, но и вот с Камилой тоже тяжеловато в учебе. Вот. Не скажу, потому что прям совсем все ужасно и плохо. Нет. Не все ужасно и плохо, но дается тяжело. Долго мы уроки очень делаем, потому что я не даю, там вот написала сама, да, все списывая и как бы все на это. То есть, допустим, если математика, она садится, садится, решает, допустим, примеры задачи, потом приходит, не показывает, да? Я не говорю здесь, что здесь такой будет ответ, здесь такой будет ответ. Я говорю, нет, неправильно, Камила. Иди заново переделать, ставлю галочки, где это неправильно сделано, да, там в том же примере, вот в той же задаче. Она идет, переделывает. И так может быть, там, допустим, несколько раз. Поэтому вот уроки у нас очень, очень долго дючата затягиваются. И к чему я это? Я ее шантажирую, конечно же, танцем. Я вижу, что ей танцы нравятся. Конечно, я так не сделаю. Конечно же, я не скажу, там, не ходи на танцы, но я говорю, чуть что, все, на танцы ты не пойдешь. И у нее такой, знаете, как бы этот, ага, вот, мол, боюсь, что вдруг она меня на танцы не отпустит. А для нее, вот как для Алины было, танцы, это все. Так же вот смотрю, и для нее это то же самое. Так это еще, ерунда, девчата, она еще на барабаны записалась. Записалась на барабаны, один урок отходила, ну, не знаю, дальше будет ходить, нет, пока еще не слышала. Или один урок в неделю, или как там, не знаю, как у них там происходит. Ну, я говорю, иди на барабаны. Ну, вот, шантажирую ее тем, говорю, смотри, только чуть что-то, плохие оценки идут, лишаю тебя танцев, лишаю тебя барабанов. Ну, она так слушает все, а там дальше посмотрим. Чтобы у нее была мотивация, как говорится. В общем, вот такое будет у нас блюдо сегодня. Вроде бы ничего такого сложного, да, но и в то же время это все равно красивенько будет. Так, лук я добавила в фарш, чуть-чуть, добавила перец, туда соль, добавила чеснок, добавила, ну, и лука все равно еще сейчас посыплю. Так. Все. Так, у меня здесь в картошке, картошка дала воду из-за соли. Сейчас я эту воду солью. Так, а, лук еще, девчата, еще перчика чуть-чуть добавлю. Так, перчика, лука, я это потом все дело с сыром сделаю, но сыр я хочу, девчата, уже когда картошка чуть-чуть будет слегка готова, я боюсь, чтобы сыр не погорел. Вот. Можно было бы смешать сыр с майонезом, но в нашей семье, девчата, все отказались от майонеза, даже Эдик. Насколько мы его покупали пачками, пачками, последний раз я покупала майонез, когда делала селедку под шубой, потому что я и больше не знаю, что туда мимо, кроме майонеза можно было бы придумать. Ну, можно было бы сметану, но это уже была бы не та селедка под шубой. Эдик тоже сказал, я, говорит, от майонеза отказываюсь, уже тоже, знаете, начинает от чего-то отказываться, тоже читает, все, столько сейчас всего, он на дзене, у него прям лента всяких полезных статей, и, в общем, сказал тоже, майонеза в нашем доме не будет, я от него отказываюсь, но в каких-то там, я не знаю, в очень-очень редких случаях, если вдруг там, сделать там ту же селедку под шубой, там, два раза в год, то можно было бы еще, да, или какие-то там, салаты, которых действительно прям нужен, там, майонез, майонез, есть, можно домашний майонез сделать. Я делала, девчата, но на вкус он, конечно, не тот получается, неплохой, ничего, но вот, видать, там какая-то химия добавлена, в этом майонезе, который продают, все равно он не перекрывает вкус, вот, вот этого майонеза, поэтому мы и домашний не делаем, и от такого тоже, я уже давным-давно отказалась, а Эдик, вот, наверное, недели, может, месяц назад он сказал, что все, майонеза в нашем доме не будет, я не хочу, ну, и также дети тоже, дети тоже едят, что-то и вредно это, но все равно, какие у них познания сейчас, у меня таких, допустим, познаний девчата не было, они уже знают, что такое углеводы, знают, что такое там, да, что такое ПП, что, если чуть вес набрал, они там на эту гречку садятся, и это хорошо, мне это нравится, я раньше не понимала, пирожок и пирожок, чем накормили, накормили пельменями, да, накормили пирожками, ну, и все, значит, так надо, и я вообще по этому поводу не заморачивалась, и не парилась, и знать не знала, что такое, что такое, с чем, и как это едят, что-то у меня это порвало, судя, девчата, но это ладно, все, я сейчас вот это вставлю, все дело в духовку, пусть оно там приготовится, и только потом, после этого, я посыплю все это дело сером, так, сейчас пока это в духовке, у меня даже, девчата, вот этот противень маленький, он у меня даже в духовку не вмещается, но сама вот эта противень, которая в духовке, я вам много раз говорила, печка древняя, как она старше меня, представляете, но работает, все у него там жарит, все у него там в духовке работает, но противень уже от старости, он просто поржавел, он начинает вот сыпеться, вот это железо противня, просто рассыпается, и я противнем, кем не могу пользоваться вообще никак, и мне либо в сковородке что-то делать, либо вот как-то вот так, да, и вот это вот у меня сейчас туда встает, я даже не хочу, пока вам показывать, эту духовку, но это уже все, все временный такой момент, она у меня вот как-то там боком, ее надо подпихнуть, запихнуть, вообще посмотрим, что из этого у нас получится, и уже жду не дождусь, девчата, конечно же, хочется тот духовой шкаф, что мы купили, тот тупечку, все это новенькое попробовать, в новой кухне, все разложить, девчата, я вот начинаю, у меня остался кусочек видео, с той кухни, я иногда вечером, то есть, настолько я хочу уже туда переехать, в новую кухню, я начинаю открывать это видео, и смотреть расположение шкафов, где какие шкафы, и уже мысленно визуализирую себе, где, что я буду ставить, так, сюда я крупу поставлю, сюда так, сковородки, так, как бы мне место сэкономить, начинаю смотреть видео организации хранения в кухне, так, как лучше хранить крышки, как лучше хранить сковородки, чтобы вот это все там гаммозом не стояло в этих ящиках, так, что я, девчата, фанатею уже по этой кухне, в общем, все, поехала она, у меня все жарится, так, ну, в общем, можно сказать, у меня картошка уже почти, что доходит до готовности, у меня, девчата, была чуть-чуть сметаны, я взяла, добавила туда соль, перец черный, и вот так слегка смазала, и все это дело запечатываю сейчас сыром, и обратно отправляю в духовку, пускай оно там все корочкой берется, и, в принципе, все готово, вот такое вот блюдо, вроде бы простое, но в то же время, да, не такое уж прямо простое, так, все, сыр у меня, девчата, вот этот белорусский, что я вам показывала, тянется он просто до небес, обалденный сыр, так, и вот этот кончик, ну и все, девочки, пускай минут 10 еще стоит там, и на этом я закруглялась, видео выпущу пораньше, а то если я еще ждать буду, когда оно там все дожарится, видео выйдет совсем поздно, поверьте мне на слово, получится шедеврально, шедеврально, так, а тут у меня вот что, все жарится, поджаривается, в общем, все шкварчит, все кипит, так, девчатки, ребятки, а в общем, Эдик тут вот чем занимался, отклонение, как говорится, от схемы, в общем, Шаня, а ну, пошел, все равно закрыл, все равно лезет, в общем, Эдик заливает, что это, отмостку, в общем, как бы это вообще не планировалось сделать, у нас так всегда, но у нас остался цемент, и чтобы он в зиму не оставался, вот, пока теплые денечки стоят, вот, он залил отмостку, но вот это два дня, это он вчера, позавчера еще начал, вчера, и в общем, кусочками, вот это все, что позаливал, закрыл там все, чтоб Шанька тут не натоптал, и его жалко сажать на этот, на ошейник, он уже натоптал уже, натоптал уже, да, смотри, не пускаю его, хорошо, так, иди сюда, так, и вот здесь отмостку залил, а сколько у тебя еще мешков осталось цемента, 7 мешков еще, ого, это здесь сколько мешков ушло, ушло, Шаня, не, не, он не наступил, не пушу, ух ты сволочь такой, а, следы пооставляешь, ну, и будет некрасиво, иди туда, в тот двор, и сколько у тебя еще цемента, 7 мешков, ну, я думаю, должно, я хочу вот этот еще, не хочу полностью, а, и в общем, что, и кинулся отмостку заливать, мы или с этой двери будем выходить в летнюю кухню, потому что у нас теперь хождение, маршрут будет на вот эту кухню, ну, летняя девочки, я так называю, ничего, она не летняя, она зимняя, с топлением, с канализацией, со всеми делами, и чтобы вот здесь вот не ходить, двор еще не облагорожен, и вот этот вот пятачок, да, вот этот вот пятачок тоже зальет, и как раз цемент у нас не испортится, а то он закаменеет, и уже его особо, он мощь и силу свою потеряет, так что вот, что ты закругляешься, все, может все, ну, так что, главное, что сейчас... все,